Сотрудники полиции, эвакуаторы, снос павильонов с вывесками ОСАГО. Такую картину наблюдали сегодня горожане в районе Кольца Третьей Рабочей. Нарушение земельного законодательства – таков вердикт специалистов администрации города. С незаконных мест пункты автострахования совершенно законно демонтировали по многочисленным жалобам и просьбам жителей района. В нарушении земельного законодательства администрации города были проведены соответствующие проверки и в рамках данных проверок были выявлены самовольные объекты. Мы предложили лицам, которые нарушают земельное законодательство в добровольном порядке, устранить данные нарушения, однако они на это никак не отреагировали. Сами владельцы пунктов страхования с насиженных мест уйти не захотели. Видимо, рассчитывали на русский авось. Но не тут-то было. Все соответствующие документы специалисты направили в созданную при городской администрации комиссию, где объекты также признали самовольными. В результате – демонтаж. Данный рейд происходит здесь уже во второй раз. И, конечно, если владельцы вновь незаконно вернут сюда свои павильоны, то они не застрахованы от подобного мероприятия и в третий. Спуская привычных, но незаконных мест, павильоны отвозят прямиком на штрафстоянку по адресу Добровольского, 20. Там они пробудут до тех пор, пока их владельцы не захотят их забрать. Для этого собственникам необходимо будет предоставить документы и оплатить штраф за расходы по демонтажу, который пока произвели за счет городского бюджета. До начала рейда здесь находились 15 объектов, но часть из них – это те, чьи пункты страхования размещаются в автомобилях, с привычных мест работы скрылись. Причем некоторые просто отъехали к ближайшим домам и наблюдали оттуда за происходящим. В итоге под демонтаж попали 11 павильонов. Муниципальная земля, на которой они находились, является частью дороги. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.